добрый день дорогие зрители сегодня на православном канале экзегет мы с вами побеседуем об одном ну таком расхожим выражение которое достаточно часто используется нашей речи в нашем быту и в то же время уже довольно далеко конечно в нашем сознании отошло отодвинулась от своего такого изначального значения во многом утратила ту связь которая существует и существовала между тем как это понятие теперь употребляем мы и что она изначально имела в виду это выражение достаточно хорошо известное и называется она козел отпущения сделать из кого-нибудь козла отпущения это такой вот как бы устойчивый оборот который применяется когда человек чувствует себя ну как то так не не заслуженно обиженным попавшим в какую-то несправедливую ситуацию когда на него возложили какую-то вину за всех остальных ну в общем примерно тоже что в такой разговорной речи сейчас зачастую более кратко выражается тоже таким словом подставить вот человек который оказался в такой ситуации он невольно опираясь на богатый заимствован на самом деле священного писания и священной истории лексикон сравнивать себя с этим козлом отпущения ну чаще всего даже не очень представляя себе о чем на самом деле идет речь и это довольно такой интересный как мне кажется сюжет из истории и не только собственно вот повествование о самом козле отпущения но и в общем-то все те места которые с этой историей связаны у них тоже очень ну такое богатое прошлое о котором имеет смысл может быть упомянуть рассказать вот в этой беседе для того чтобы дать какую-то более такую полную объемную что ли картину того как это выражение связанные с ним географические места претерпевали всевозможные изменения связанные с различными историческими периодами обстоятельствами но в продолжении вот этих уже достаточно многих веков ну тем более что у нас есть некоторый повод об этом поговорить и такой хронологический как раз именно сейчас вот в преддверии праздника воздвижнее животворящего креста господням совершается и другая дата совершенно в каком-то смысле может быть даже противоположное нашему празднованию но тем не менее тоже связано с тем о чем мы некоторое время назад говорили с разными традициями справлять новый год и отмечать новый год и мы говорили что историческая еврейская традиция предполагала начало нового года весной и первый месяц который назывался нисан или авив он считался началом года но на самом деле тоже в еврейской традиции существует и другой день когда празднуется новый год у евреев он называется рож хошана ну поскольку он постоянно перемещается по календарю солнечному завися тоже от календаря лунного он выпадает на разные даты в этом году это было 15 сентября может быть кто-то слышал в особенности в связи с тем что существует обычай у многих религиозных евреев приезжать в этот день на украину в городочек умань где они отмечают память одного из своих таких великих хасидских цадиков праведников которые заповедовал всем своим почитателям приезжая приезжать в этот день на его могилу и поскольку авторитет его просто огромен в еврейском обществе то вот эта традиция даже вот сейчас в дни войны собрала около там больше тридцати тысяч человек ну вот этот праздник рож хошана глава года как он называется у евреев и как мы говорили тоже отражающий традицию отмечать новый год осенью тогда когда собирается урожай когда подводится в каком-то смысле действительно итог прошедшего года он на самом деле также является еще началом такого периода особенного совершенно в еврейской жизни это 10 дней скорби 10 дней поста покаянных молитв в течение которых евреи готовятся к очень такому важному важнейшему для них празднованию который называется йом кипур или день суда судный день это праздник который имеет очень древнюю историю еще библейскую совершение и порядок его отправление празднование описано еще в книгах священного писания содержится в пяти книжи вот как раз таки именно с этим праздником йом кипур и связано выражение козел отпущения которые мы вот зачастую как уже говорилось употребляем не вполне понимая к какому контексту это выражение принадлежит в чем же вообще состояла вина этого козла отпущения куда его отпускали почему козла и как вообще все это выглядело ну немножко хотя бы приоткроем завесу над этой такой достаточно интересные многовековой истории ну дело в том что козел являлся частью совершавшегося в этот день жертвоприношения вообще это был день в которой как бы вот совершалось такое очищение ветхозаветного еврейского общества ну поскольку там не было такой традиции как у нас не было таинств которые к счастью мы имеем в нашей православной церкви в частности не было таинства исповеди то выражение покаяния она тоже имела ну вот такой общенародный характер был установлен особый день вот именно день суда йом кипур в которой ну вот это покаяние народа за свои грехи и от имени народа в том числе совершаемое первосвященником она достигала какой-то своей высшей точки в эти дни готовясь к празднику йом кипур ветхозаветные иудеи среди которых как мы знаем много было и людей праведной жизни ну а в то же время конечно хватало как и всегда и везде людей ведущих греховный образ жизни они старались как-то переоценить свою жизнь рассуждали они молились приводили на память свои грехи приносили покаяние перед богом вот такой своей личной молитве ну а поскольку как уже мы сказали таинства исповеди как такового не было то вот таким актом ну что ли прощения вот этих грехов которых на протяжении 10 дней в особенности усердно каялись правоверные иудеи вот было особое такое ритуальное установление в которое входило в том числе и жертва приносимая в виде двух козлов у этих козлов была совершенно разная судьба ну и трудно сказать конечно на самом деле у кого из них она складывалась более удачно в частности вот в продолжении этого празднования для его совершения покупалось два совершенно одинаковых козла у них не должно было быть никакого изъяна они должны были быть совершенно одинакового возраста желательно одинаковые масти одинаково должны были выглядеть и первосвященник по жребию вытаскивал из такой особой урны ну участь каждого из этих козлов первого козлика этого его приносили в жертву кровь его сцеживалась собиралась сосуд и этой кровью первосвященник совершал кропление у всего храма ем кипур это был особенный праздник еще в том отношении что в этот день во первых первосвященник входил в обычно недоступное никому святая святых это та часть храмов который стоял ковчег завета который считалось наиболее такой вот важный святыни во всем ветхозаветном храме и туда не дерзали входить даже ну вот обычные рядовые священнослужители совершавшие свое служение святая святых был было символом будущего освящения церкви было символом будущего пришествия господа нашего иисуса христа пришествие которое совершится благодаря деве марии и мы знаем что ковчег завета он в значительной степени в том числе как раз таки являлся прообразом девы марии как это этот кувшинчик манны который там сохранялся еще со времен моисея и арона и процветший аронов жезл все это такие поэтические символы религиозные символы будущего пришествия в мир пресвятой владычицы девы марии как раз таки рождество праздник рождества который мы с вами сейчас только что отмечали торжественно праздновали и через деву марию пришествие в этот мир господа иисуса христа поэтому святое святых стояла в общем-то ну закрытым завесой и доступ туда возбранялся это была тайна будущего грядущего века это было вот как бы такое предвосхищение будущих спасительных событий для всего человечества в праздник йом кипур совершалось несколько таких важных и совершенно уникальных вещей во первых именно в этот праздник первосвященник возглашал перед всем народом имя господа иеговы которые в обычной жизни и времени когда не употреблялась это имя известны сейчас как тетраграмматон поскольку мы знаем как она записывается при помощи четырех символов согласных но не знаем какие в точности там были гласные поэтому существуют разные такие традиции прочтения этого имени некоторые считают что это имя должно было произноситься как яхве другие как иегова ну в общем то это конечно не столь важно дело в том что действительно это имя как священное имя божие она не употреблялась евреями в не в какой-то такой бытовой жизни не даже призывалась молитвах для этого существовали ну всевозможные замены этого имени такие как адонаи господь или саваоф господь или просто господь то есть это имена которые так или иначе как считалось выражают только но определенные божественные качества но ни в коем случае не выражают божественной сущности само же вот это имя яхве или иегова что означает сущий существующий тот кто в полном смысле этого слова существует она вот окружалась таким священным религиозным для евреев табу во исполнении заповеди божий о том чтобы священное имя божие никогда не произносилась в суе было таким актом очень большого дерзновения если кто-то из евреев позволял себе произнести это имя поскольку как мы сейчас вот уже говорили только первосвященника только в праздник йом кипур от имени иеговы возвещал еврейскому народу прощение в его грехах и так кровью первого козла окроплялась полностью все святилище весь храм включая святое святых почему а чего вот эти ритуалы эти обряды древних евреев носили такой кровавый характер почему необходимо было постоянно приносить вот эти жертвы все зажжение валов тельцов козлов да даже просто голубей которых приносили тоже в большом количестве в жертву но ответ кроется в том что и это ветхозаветное установление она является только лишь символом прообразом того что должно было произойти падший человек должен был быть искуплен возвращены к богообщению божественной жизни только лишь одним единственным средством пролитой за него кровью господа нашего иисуса христа поэтому может быть и не случайно тоже мы сейчас беседуем об этом в преддверии праздника всемирного воздвижения честного животворящего креста господня еще и еще раз вспоминаю эту великую жертву который принес за нас господь наш иисус христос он должен был зайти на крест он должен был омыть свои причистой кровью грехи праотца адама и вернуть падшему человеческому роду потомкам падшего адама доступ в тот некогда закрытый для наших праотцов райский сад доступ к тому богообщению которое в полноте своей было утрачено ветхозаветным человечеством вот в ожидании этой великой кровавой крестной голгофской жертвы народ иудейские ветхозаветная церковь совершала постоянно эти кровавые жертвоприношения для того чтобы в память этого народа в его сознании утвердилось понимание того что грех смывается именно кровью 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 будущего мессии кровью пришедшего в мир сына божия ну к сожалению как мы видим большинство из тех кто ревно совершал эти обряды и ритуалы забыли о том предзнаменованием чего они являлись и совершили сами того не ведая не ведая что творят по словам спасителя совершили принесение этой жертвы на жертвенники креста христова но если вернуться к тем ветхозаветным временам о которых мы говорим то вот участь второго козла была совершенно иной он должен был символически понести на себе ну вот как бы грехи всего народа они возлагались на этого козла и козел являлся символом отпущения грехов поэтому он назывался козлом отпущение выглядело это так но помимо так сказать молитв которых возвещалось прощение кающимся ветхозаветному обществу первосвященник намачивал в крови первого козла большой моток белой шерсти так что этот моток полностью пропитывался красной козью кровью жертвенной становился совершенно такого багряного цвета и этот моток наматывался на рога козла и затем этого козла отсылали в пустыню на самом деле в ветхозаветном тексте который был написан на еврейском языке они в переводе септуагинты и соответственно в тех переводах которыми сейчас пользуемся мы была особо такая очень тоже интересная деталь когда первосвященник вытаскивал жребие двух козлов совершенно одинаковых то на одном жребии было написано одно лишь краткое слово имени то есть во имя божия этот козлик должен был быть принесен в жертву а на другом жребии было написано а за зелу и этого козла отправляли а за зелу что же это был за такой а за зелу или а за зель ну те кто вспомнил одного из персонажей романа мастер и маргарита на самом деле вполне верно связали два эти имени между собою хотя персонажа романа никоим образом не напоминает собою то что имелось ввиду ветхом завете и так кто же такой был этот таинственный загадочная за зель которому отправляли козла ну имя это упоминается в апокрифической книге книги еноха и мы узнаем что это был один из демонов вообще за зелем древние евреи называли демона пустыни демона такого жаркого несущего тучи песка суховея который уничтожает на своем пути все живое засыпает все песком и сушает любую жизнь то есть это образ ну самого дьявола можно сказать самого сатаны вот именно этому а за зелью евреи и отправляли второго козла что же получается что они приносили таким образом дьяволу жертву нет такого смысла в этом деянии никоим образом не было здесь работала несколько иная связь евреи возвращали дьяволу его собственность они отказывались от того что дьявол заставил их принять то что он им навязал то есть от всякого греха источником которого является дьявол отправляя козла в пустыню как это было переведено в нашем уже тексте вслед за семью десяти толковниками и греческим текстом септуагинты действительно козел этот с грехами отправлялся в пустое место вместо где никто не живет где никого нет где один лишь дьявол бродит по пустынным местам до безводным как об этом говорится и в одном известном месте евангелия то есть таким образом евреи отказывались от любого наследия которое связано с вот этой нечистой демонической силой ну а доставить это своего рода послание об отказе от общения с дьяволом должен был козлик козел тот самый козел отпущения и во времена так называемого первого храма когда еще существовал построенный сломоном величественный храм еще не успел еще не разрушены нашествием персов вавилона то вот эта традиция предполагала что в день ем кипур ну когда вообще-то соблюдается полный такой покой один проводник должен был сопроводить этого козла в какое-то такое пустынное место и оставить его там козел ходил по пустыне до тех пор пока вот это обмотанная вокруг его рогов шерсть полностью не выгорала на солнце теряла свой красный багровый цвет и вновь становилась белой это тоже было таким символом образом очищение грехов израиля под живительными лучами солнца до которые как и бог озаряет все живущие в этом мире всему дают жизнь и способствует так сказать как бы таким символическим образом прощению грехов так это выглядело и в период второго храма когда евреи вернулись из-за вавилонского плена восстановили все свои прежние церковные установления за исключением конечно ковчега завета который был утрачен по промыслительным таким причинам и в том числе возобновилась вот эта традиция которая предписывалась еще книгой левит вот принесение этого козла отпущения вернее двух козлов жертву на праздник йом кипур и опять козлик один из козликов козел отпущения начал выдворяться в пустыню отправляться к этому самому азазелу который являлся родоначальником всякого греха но в как раз таки в период второго храма произошел однажды такой очень неприятный казус козел которого отправили в пустыню и козелу который больше не должен был показываться перед человеческие очи побродил побродил там где-то а потом в тот же самый день вернулся к воротам храма это конечно был ужасный скандал получается что так таким образом отправленные в пустыню грехи вернулись обратно очень много было по этому поводу смущений ну и поскольку козел оказался таким козлом решено было в общем-то на будущее делать так чтобы ни один из подобного рода уже никогда не посмел и не имел никакой возможности вернуться обратно и вот таким образом нарушить прекрасный еврейский и иудейский обряд ритуал поэтому его несколько реформировали и с тех пор он выглядел несколько по-иному есть такой в тамуде трактат называется иома и он довольно подробно до сих пор повествует нам о том как ну вот буквально в ближайшие времена к земной жизни спасителя совершался этот обряд изгнание козла отпущения вот в иерусалиме ну условно говоря времен христа да и близких к этому времени дней и так в праздник ем кипур по обычаю совершалось все то о чем уже говорили выбирался из двух козлов один и при очень большом стечении людей а в этот день в ем кипур в иерусалим по традиции приезжало огромное количество паломников и евреев россияни и празелитов которые приняли иудаизм и тех кто жил на самой земле обетованной и имел возможность в этот день прийти и принести вот такой вот покаяние за себя и за своих родных тех кто не имел возможности в этот день покинуть своих домов вернее вот вот в это празднование и прийти сюда в иерусалим отметить этот великий праздник поэтому людей собиралось огромное множество приходилось даже строить особо такие ограждения от ворот до того места откуда начинался путь этого несчастного козла отпущения потому что у приезжавших приходивших сюда паломников из александрии вавилона евреев был такой какой-то очень странный обычай они старались приблизиться к этому козлу которого вели в пустыню и вырвать у него из шерсти клок при этом не то чтобы сохранить его на память как какой-то сувенир этот клок они обратно пытались прилепить к спине козла со словами возьми себе твое ну и в общем конечно если вся эта толпа александрийских вавилонских евреев получил доступ к козлику то его бы порвали на пикульке намного раньше чем он успел бы достигнуть собственно той пустыни в которую его нужно было отправить поэтому приходилось строить такие специальные ограждения и только самые так сказать почетные жители иерусалима представители общины одевшись свои лучшие одежды сопровождали первосвященника вот по этому проходу вслед за козлом а в конце этого прохода козла уже ждал специальный проводник точно так же как когда-то это было еще в дни первого храма и весь путь занимал на тот момент 12 поприщ ну поприща составляла около двух тысяч локтей и на современные и систему измерения этому уравняется может быть километру с чем-то до меньше чем 2 километра где-то может быть километра 200 километра 300 именно такой путь лежал до вершины горы сок сок или цук ну там есть разные варианты транскрипции этого названия иногда ее называли даже просто горою азазель это самая большая наверное гора в окрестностях иерусалима в пустыне мертвого моря с нее прекрасно видно и сам иерусалим и лежащие недалеко мертвое море и вот туда то самое можно сказать сердце ты жаркой безжизненной пустыни отводили этого козла на протяжении всего пути стояла 12 таких станций 12 хижин и люди которые ходе хотели принять участие вот в этом ритуале тоже проводить козла они еще с вечера приходили и оставались на той и станции с которой должны были проводить до следующей остановки до следующей хижины проводника вместе с этим козлом дело в том что в день йом кипур предполагался абсолютнейший совершенно покой нельзя было совершать никакой работы зажигать никаких огней ну как в общем и в любой субботний день только еще более строго эти конечно установление соблюдались и поэтому можно было пройти в этот день не больше одного поприща именно это и составляло расстояние между одной хижиной и другую и вот сам проводник вот этого козла отпущения был единственным лицом для которого подобные ограничения в этот день снимались в этот день также не ели и не пили ничего до самого вечера люди находились в таком строжайшем посте и вот на каждом из на каждой из таких остановок в каждой из таких хижин этого про него проводника вместе с козлом встречали и говорили ему такие но положенные ритуальные слова вот хлеб и вода поешь и попей ради твоего труда только проводнику предлагалось вот этого трапеза чтобы он мог поддержать свои силы и все-таки доволочь этого козла те кто встречался с этими животными представляют каким это может быть на самом деле нелегким трудом тащить козла по пустыне порядка 15 километров на вершину горы да еще в общем то когда его там не ожидает ничего хорошего прямо скажем поэтому козел конечно вел себя подобающим соответствующим своему имени образу всячески упирался бывало что и в общем конечно действительно проводнику требовалось и поесть и попить для того чтобы давало чего к закату все-таки до вершины горы цук или цок прочие же те кто его сопровождал тоже одеты в нарядной одежды люди они только вот лишь ну вот сопровождали это вот торжественное шествие таким образом это вот такая получалась процессия отворот храма и до самой вот этой вот вершиной горы которая сопровождала козла несшего на себе грехи израильского общества когда же наконец проводник достигал этой самой вершины горы цук то он в общем то без особых церемоний просто сталкивала этого козла вниз с вершины козел летел с огромной на самом деле страшной высоты и как в общем достаточно натуралистично описывает талмуд разваливался на части еще до того как достигал дна пропасти в общем чтобы козел не вернулся обратно древние евреи избрали вполне такой радикальный способ того чтобы грехи навсегда остались в пустыне и не вернулись обратно к ним ну хотя для козла конечно этот исход наверное был похуже чем просто бродить по пустыне и ждать пока у него на рогах выгорит шерсть ну в общем что тут скажешь нечего быть козлом не надо упираться отправили в пустыню иди и не возвращайся но поскольку вот случился такой скандал то весь ритуал был пересмотрен и получил несколько такое более драматичное и кровавое для козла окончание чем вот предполагалось в какие-то такие изначальные времена и в общем участь козла отпущения вполне соответствовало тому смыслу который сейчас мы вкладываем в это выражение совсем даже не задумываясь о том козле который когда-то нес грехи иудеи в пустыню вот так выглядел этот ритуал козла отпущение когда-то в древние времена после того как козел уже так сказать был сброшен с горы проводник человек от которой особо тоже постом и молитвы готовился к этому труду этого сопровождения козла в пустыню получал возможность вернуться здесь за городской счет за счет общины ему полностью предоставлялась новое совершенно платье ну естественно порванные запыленные во время путешествия в пустыню его одежда снова снималась сжигалась он одевался совершенно новую красивую дорогую одежду получал трапезу получал место у костра у огня и вместе с прочими иудеями принимал участие в продолжении этого великого праздника который они совершали радуясь что грехи их получили отпущение получили прощение еще один год и так вот перед вами история этого выражения которое мы так часто используем совершенно может быть без какой-то задней мысли не задумываясь о том откуда оно произрастает из какого контекста с какими связано и библейскими событиями традициями и историями и с какими обстоятельствами вообще жизни церкви древнего времени это выражение связано ну на самом деле на этом история горы цук или цок или горы азазель с которой сбрасывали козла отпущения вот в последний период существования этого обычая она не заканчивается она получила свое такое действительно интересное неожиданное продолжение уже в христианский период ну об этом мы расскажем в нашей следующей с вами беседе в следующую встречу внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео в следующей субтитре я вам покажу вам спасибо за просмотр и у вас